всем привет вы на канале крипто комманс ребята что происходит на крипто рынке прямо сейчас bitcoin тестирует у нас с вами предыдущий уровень сопротивления в качестве поддержки вот как вы можете видеть у нас здесь было два раза сопротивления и два раза поддержка тем не менее что мы также можем видеть что мы потеряли локальный uptrend по типу того когда мы вот здесь ослабили свой downtrend то есть мы пробились выше и пошли наверх то есть сейчас по идее мы тоже как бы можем упасть и пойти еще ниже надо это не забывать но тем не менее все это происходит на глобально разворот нам money flow на недельках посмотрите у нас на индикаторе market cypher красный money flow выходит в зеленую зону давайте сравним бесплатную версию cypher с платной версии cypher и да мы видим что и там и там в принципе у нас глобально с вами красный money flow выходит в зеленую зону что конечно же является хорошим знаком и предвестником нового бычьего рынка как мы можем видеть с вами из истории но тем не менее даже вот здесь у нас был все равно еще корона дамп где мы сложились моменте еще в два раза поэтому не стоит об этом тоже забывать что сейчас может быть также коррекция которая в долгу ничего не изменит если даже bitcoin скажем не перепишет вот этот вот лов 16000 вот об этом об этом всем помним держим это в уме также что мы видим еще что ары сай на недельках у нас пошел вниз ниже 50 ушел и долго держится там посмотрите не смог подняться выше и и рисует вроде как что-то типа медвежьего флага это не очень хорошо статистически потому что это очень нехорошо даже я бы сказал статистически потому что по недельному ары саю всегда когда мы в бычьем рынке мы должны быть выше 50 мы должны подняться выше 50 и закрепиться здесь мы были выше 50 но стали уходить ниже тем не менее абсолютно перечит ему дневной ары сай посмотрите по дневному ары саю мы уже с вами отскочили от очень глубокой перепроданности я вам напоминаю просто я напоминаю для тех кто подписан на канал вы это уже знаете но если вы смотрите впервые то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь чтобы не пропускать такие видео у нас rs ii на дневке был настолько перепродан насколько он в принципе был перепродан всего несколько раз посмотрите сами этот уровень всегда когда мы достигали таких низ нижних значений это было либо дном либо близким к одну значение как минимум оттуда был очень сильный отскок посмотреть сами ниже мы были только один раз вот здесь на позапрошлом дне вот на коронадампе опять же мы были на таких же значениях хотя здесь вроде бы казалось бы так сильно не падали что же собственно произошло. Да ничего, мы просто очень быстро разгрузились. И теперь, смотрите, если мы вдруг перепишем сейчас вот этот вот лоу, то у нас здесь, по всей видимости, еще и дивергенция на RSI образуется. Так что я вам хочу сказать, что все это сходится очень хорошо с уровнем по TRDR. Посмотрите, скринер нам показывает, что здесь очень плотные покупки по 25500, по 25700. Всю дорогу сдерживают цену. Вот мы снова опускаемся сюда и смотрим, видим в стакане наличие покупателя. 25500, 25300, 25200. Поэтому, на мой взгляд, эта зона именно для покупок, потому что дальше мы увидим разворот и рост, и снова возврат выше 30000. Это мое мнение. Дисклеймер, не финансовый совет. По индикаторам Бенджамина Коуэна у нас с вами все еще очень низкий риск, особенно социальный риск. Это значит то, что никто не верит в крипту, никто не интересуется особо ей. Это очень хорошо, в то время как всякие Блэк Рокки и прочие ребята скупают ее на лоях у тех, кто продает, у тех, кто продает в минус, кто накупил на хаях прошлого цикла. Это очень-очень хорошо. Напоминаю вам, что у нас все еще недооцененность до средних значений 51%, что означает, что нам надо вырасти вдвое, чтобы вернуться на средние значения. Так что биткоин по 50 тысяч долларов все еще на балансе вероятности, ребята, в ближайшем, обозримом будущем. Вот какой у меня торговый план. Напишите свой торговый план в комментариях и согласны ли вы с этим. Так что, друзья мои, это был такой короткий быстрый апдейт. По альткоинам, кстати говоря, надо еще отметить момент, что локально альткоины не переписали лоу в моменте. Ни эфир, ни дэш к биткоину, вот тоже мы видим, что вырос. А лоу-то переписал только биткоин. Поэтому, опять же, на мой взгляд, дивергенция между биткоином и альткоинами намечается. Не знак ли это на альтсезон, дорогие мои друзья? Похоже на то, на самом деле. Похоже на то, что это знак. Похоже, ребята, на то, что это был заходной. Посмотрите вообще, что произошло только что. Дипанули еще ниже и бодро откупили. Поэтому, смотрите, вот, собственно, тот самый уровень, о котором мы с вами говорим и похоже, что опять отыгрывает в очередной раз. Тем не менее, я вам хочу напомнить, что нужно почаще отрываться от графиков и заниматься чем-то другим. Потому что в трейдинге самое сложное и самое главное, и самое прибыльное вообще это не находиться все время в позиции. Быть почаще пореже, точнее, находиться в позиции и почаще заниматься чем-то другим. Поэтому, собственно, вот мы сейчас этим и займемся. Вот мы с чуваками пишем дапчик. Покажу вам кусочек небольшой. Ну и вообще, почаще выходить на свежий воздух, погулять, посмотреть на природу. Тоже нормальная тема. Так что, чуваки, все ссылки в описании. Торгуем осторожно. Режем убытки коротко, даем прибыли течь. Всем профитролей. И до следующей встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова